мир вашему дому спасибо что остаетесь на моем канале что задаете вопросы очень люблю любознательных людей у меня тут накопилось несколько вопросов от новых подписчиков они просят показать дом который мы купили нынешний дом комнаты я показывала как мы смотрели дома и этот дом в том числе и показывала как мы въехали так что я оставлю ссылку под этим видео на те видео можете посмотреть кому интересно ну что ж мы с вами посмотрели два с половиной поселочка в прошлом видео я вам показала один постарее и 1 одну часть следующего по новее вот посмотрите и я вам говорила что вот эта часть это этот второй поселочек разделен как бы на две части вот мы сейчас в эту часть во вторую и заедем а называется это часть этого поселочка очень интересно аутбак если перевести на русский это означает задворки то есть мы сейчас на задворках ну кстати это если в английском по моему американском а если вот я не знаю какой там английский австралийский или какой из в австралии это слово обозначает деревенская сторона аутбак деревня в общем посмотрите какой красавец здесь гуляет по пруду и стрекоза к нему летит ну в общем соседство хорошее правда этот красавец почему-то стрекозу не ест и к моему великому изумлению в начале задворок я увидела дома тоже мобильные дома но посмотрите они построены специально для того чтобы парковать большие трейлеры или большие дома на колесах ну то есть вообще очень интересно выглядит я таких домов еще не видела мобильных ну и кстати здесь один дом продается вот как раз этот вот давайте мы сейчас и посмотрим вот этот домик помните я вам показывала и в первом поселочке домик он чуть постарее стоил 145 тысяч а этот домик 120 как я уже сказала больше размером 125 квадратных метров в чем же дело посмотрите как внутри выглядит очень красиво выглядит внутри и на 30 тысяч дешевле и с такой парковкой для твоего дома на колесах или трейлера ну в общем в общем интересно почему стоить дешевле чем там ну посмотрим все увидим а вообще конечно да спрашивали как долго эти дома служат но я вообще-то вам уже отвечала на этот вопрос по или нет ну отвечу еще раз ну где-то до 55 лет хотя вот в том поселочке в стареньком в которой я вам показывала там многим домам уже 54 года выглядит они нормально но это все зависит от того в каком состоянии как ты их будешь поддерживать вот в таких сообществах обычно дома мобильные сохраняются лучше почему потому что люди за ними следят и это сообщество если ты не будешь следить за домом но тебе просто сделают замечание и ну неприятно будет что твой дом выглядит как не знаю чего поэтому люди поддерживают свои дома и они здесь выглядят лучше чем где-то они там стоят около леса в лесу и в моем по моему прошлом видео я вам говорила рассказывала про налог на такие дома мы разговаривали про налог и я упоминала что получают они стикер за дом ну налог за дом платишь годовой где-то до 100 долларов это зависит от дома и и ты получаешь стикер наклейку и приклеиваешь кстати приклеиваешь очень даже интересно в левый нижний угол окна которые выходят на главную улицу ну вот здесь вот для этого дома и вот это главная улица так вот и я говорю стикер как на машину и меня спросили а что за стикер на машину так вот когда мы платим годовой налог на машину нам присылают стикер наклейку в каждом штате они разные это месяц а может быть месяц и год и даже ты должен наклеить на правильное место на своих номерах ну во первых очень интересно кстати когда ты идешь регистри ты переезжаешь другой штат идешь регистрировать машину допустим мы регистрировали в мае и мой день рождения в октябре и нам дали наклейку стикер вот он в правом верхнем углу 1024 10 это мой месяц месяц в котором я родилась октябрь то есть мой день рождения ближе чем бена у в январе поэтому дали наклейка будет с моим месяцем рождения и до моего дня рождения мы должны каждый год заплатить уже налог на следующий год и пришлют новую наклейку и там будет например 10 25 и что интересно эта наклейка действует вот в твой день рождения до 12 часов ночи ну допустим твой день рождения 24 значит до 24 до 12 часов ночи ты должен заплатить за следующий год и вот тогда все нормально а если ты заплатил уже после 12 часов ночи ну тебя будут уже какие-то там я не знаю проценты набегать будем так говорить и совершенно неожиданно я обнаружил что на этих задворках есть совершенно другая территория территория как бы кемпинг но можно назвать в россии это называется кемпинг до кемпграунд у нас называется но здесь не совсем кемпграунд эта территория принадлежит вот этому же сообществу 55 плюс тенгл вуд но ты можешь приехать со своим трейлером со своим домом на колесах и остановиться здесь и ты можешь поселиться здесь на год на два на три можешь приехать на день вот посмотрите на день например это же разделено плата разделена по сезонам больше плата в зимний сезон потому что все из не все а кто-то из северных штатов хочет приехать сюда здесь потеплее зимой да поэтому зимой плата выше а летом пониже ну и можно на неделю остановиться здесь есть и викли то есть не понедельно и на месяц мансли вот посмотрите какая разница если вы останавливаетесь в летний период то вы платите тысячу долларов в месяц за стоянку а если с декабря по апрель до 1500 разница есть разница большая а если на полгода вот посмотрите тут пять тысяч шестьсот долларов на год не знаю не сказано ну и посмотрите даже можно здесь палатку поставить это уже твое место ты заплатил за него ты можешь палатку поставить если хочешь тепло же надоело тебе в доме а может у тебя гости приехали палатку им поставил ну и не часто встретишь на кемпингах даже вот такие вот маленькие домики то есть ты можешь арендовать и домик и но аренда здесь уже больше как я поняла на месяц 2100 в зимний период и в летний 1500 вот такого домика приезжай живи да и конечно здесь подключается если ты привозишь трейлер или дом на колесах здесь у тебя подключается электричество вай-фай телевизор кейбл то есть кабель что еще вода канализация я сказал да то есть все условия все условия тебе предоставлены ты за это платишь и конечно ты можешь пользоваться бассейном можешь пользоваться всем что есть вот в этом поселке ну посмотрите уже сезон зимний прошел и многие места свободные то есть кто-то уже уехал уехали в свои северные штаты там уже тепло стало а может быть кто-то и целый год здесь живет я не знаю кстати мы приближаемся вот к этим интересным трейлером называется эйрстрим смотрите они выглядят необычно эйрстрим они кстати очень дорогие намного дороже чем обычные почему я не знаю потому что может быть выглядит интересно и может быть потому что они надежнее долго служат а посмотрите даже птицы даже песочные журавли любят вот эти вот трейлеры даже им они понравились песочные журавли семейка песочных журавлей здесь примастилась ну я вам уже много показывала и вы знаете что песочные журавли очень любят быть во Флориде я даже не знаю не смотрела в каких других штатах они живут но здесь их можно встретить вы знаете я вам показывала везде абсолютно везде стаями по одному по два а вот то что семейка три трое мама папа и дочь или сын я как то еще не видела видела только взрослых вообще интересные птички иногда они могут просто быть рядом с тобой помните как на одной из парковок я просто шла идут два журавля они идут мне навстречу не сворачивая поравнялись остановились один обошел меня с одной стороны другой с другой потом прошли меня и соединились снова и пошли дальше а иногда они боятся иногда они держатся на расстоянии то есть никогда не угадаешь ну в общем вот так вот ну а теперь я давайте посмотрим значит я вам говорила что два поселочка цены одинаковые и вы посмотрели и увидели что они разные один старее намного дома старее в другом новее дома условия лучше например в первом поселочке я даже не нашла офиса не нашла ни бассейна ничего во втором поселочке два бассейна офис теннисные корты а дома стоят одинаково ну если бы я вот выбирала между двумя я не знаю больше ничего то я выбрала бы конечно второй в нем жить приятнее но я вам сказала что я бы не выбрала ни первый ни второй а собака зарыта в том что вообще-то многие уже поняли что во втором поселочке ты должен платить за землю и плата за землю не маленькая от 850 до 1200 долларов в месяц ну посчитайте сколько это будет в год и мы с вами уже говорили что ну я не знаю для меня например я как я думаю это очень невыгодно ну а первый поселочек да он находится близко к магазинам большим но близко к шумной дороге и дома старые многие люди за ним за домами не очень-то ухаживают так что в общем вот так вот ну что ж мир у мир нет войне задавайте вопросы скоро увидимся пока пока